Абсолютно точно и верно делать вообще ничего не нужно будет, нужно просто дозвониться и постараться угадать, потому что у меня всегда есть варианты ответов. Итак, 9 февраля. Это день истории. Так, 9 февраля. Сейчас 2021 год, да, напомним. Много лет назад, в 1885 году в России открылась первая бесплатная библиотека читания имени Тургенева в Москве. Выглядела она, в принципе, не сильно, она изменилась. В Екатеринбурге сейчас библиотек, насчитал я, 82 штуки. Внимание, вопрос. Давай, со мной. Про библиотеки будем говорить. Какую книгу крадут чаще всего? Я очень долго гуглил, смотрел статистики, вышло две книги, но все-таки я выяснил, что одно по правде крадут чаще всего. Вариант Библия, книга рекордов Гиннеса, Маленький принц или Красная книга. А вот мы как раз сейчас и проверим у нашего телезрителя правильность ответов. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня Катя зовут. Катя, вы слышали вопрос, который Семен задал? Нет, я не слышала, я убавила телевизор, чтобы... Правильно, по телефону я его сейчас повторю. Скажите, пожалуйста, Катерина, какую книгу крадут чаще всего? Библия, книга рекордов Гиннеса, Маленький принц или Красная книга? Как вам кажется? Не знаю. Ну, подумайте, порассуждайте. Вот кроме Семена все равно правильный ответ никто не знает. Я тоже. А можно еще раз варианты ответов? Библия, книга рекордов Гиннеса, Маленький принц или Красная книга? Наверное, Библию. Хотя это довольно странный вопрос. Святые люди просто, они выносят ее. Нет, подожди, там же про как раз запреты в Библии. Не убей, не укради. Да. Да. И ты думаешь, ее уже выносят? На самом деле, Катя, верно, Библия. Многие думают, что книга рекордов Гиннеса, но чаще всего крадут Библию. Поздравляю вас, продолжаем. Факт номер два. В Юсуповском саду в 1896 году прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Все мы знаем, что это Санкт-Петербург, и победу одержал немец Гельберт Фукс. Так вот у меня вопрос. Что не запрещено во время фигурного катания? Так. Итак, внимание. Прыжки навстречу партнеру. Каскад из четырех и более прыжков. Вращательные движения, когда партнер вращает партнершу в воздухе вокруг себя, держа ее за руку или за ногу. Это вариант номер три, можно его просто так сказать. Либо вариант номер четыре, касаться коленями льда. Чего не запрещено. Давай, Ксюша. Мне кажется, движения, прыжки навстречу друг к другу. Прыжки навстречу друг к другу разрешены. Да, это может быть опасно. Нет, запрещено. Нет, это все, это все абсолютно запрещено, кроме одного. А, не запрещено. Тогда вращать партнершу, наверное, не запрещено. А, это небезопасно. Ну ладно, Катя, скажите, пожалуйста. А мне кажется, что касаться коленями льда. Совершенно верно. Единственное, что из этого разрешено, это касаться коленями льда. Но стоять на коленях нельзя. Возвращаемся к вопросу о Библии, видимо. И третий вопрос, возможно, последний. Какая скорость мяча при подаче в теннисе? Потому что ведь именно в 1900 году 20-летний американский теннисист с фамилией Дэвис был первым обладателем Кубка Дэвиса. Прошло это все в США. С счетом 3-0 победила США и Великобританию. И в честь как раз этого Дэвиса назвали именно так теннисный турнир. Кубок Дэвиса сейчас говорят. Так вот, с какой скоростью летит мяч при подаче? Кто из вас ближе к ответу тому бал, пока Катя ведет с счетом 2-0? 2 километра. Я не знаю, будут варианты какие-то хотя бы цифры. 2 километра в час скорость подачи. Нет, это как-то очень мало. То есть 2 раза медленнее, чем идет человек. Нет, это очень мало. А вариантов не будет, да? Да нет вариантов. Кто ближе к ответу просто? 60 километров 100 километров. 100 километров в час. Катя, вы как думаете? От 150 до 200. Правильно! Ну, в смысле неправильно. Вы ближе 251 километр в час. Ну, тут уже Катя победила, она забирает билеты. В любом случае, да, выигрывает. Но, тем не менее, еще один факт. Так. В истории. Ну, кроме того, что в 1964 году завершили зимние Олимпийские игры, и там были лучшими в медальном зачете Советский Союз. Торжественное открытие первого съемочного дня Центральной фабрики «Союзкино» состоял в 1931 году. И, внимание, вопрос. Ксения, для тебя. Так. Давай быстро его. Победил 9 февраля 2021 года в рубрике «Этот день в истории».